Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Петуния на сегодняшний день является одним из самых популярных садовых цветов. Но вот выращивать ее не самое простое занятие. Есть много способов посева семян петунии. И сегодня хочу вам показать один из самых простых, несложных и эффективных. Благодаря такому способу вы сможете вырастить петунию, даже если никогда ее не выращивали. Но если вы научитесь выращивать петунию, то потом с легкостью сможете выращивать и другие подобные цветы. С мелкопыльными семенами и мизерными сеянцами. Например, портулак, сурфиния, минитуния, калибрахуа, эустома, глоксиния и другие. Всходы получаются дружными, крепкими и никаких трудностей у вас не возникнет. Семена петунии мелкопыльные, очень-очень мелкие. И сеть их нужно обязательно поверхностно. В этом году я покупала вот в таких простых белых упаковках петунию. Здесь очень много семян и стоит она очень дешево. И расцветают довольно красивые расцветки. Так, беру контейнер примерно вот такой. На дно насыпала для дренажа вермикулит. Можно взять любой дренаж, у кого что есть и керамзит, и перлит, и камушки, и яичную скорлупу. Кому что доступно. Грунт обязательно должен быть рыхлый, воздушный, воздуха и влагопроницаемый. У меня это грунт теравита цветочный. Перед посевом грунт обязательно нужно пропарить в духовке, прокалить примерно 20-30 минут и остудить. Так как петунию мы сеем поверхностно, то перед посевом грунт увлажняю. Не очень сильно, просто чтобы был немножко влажный. Теперь я буду использовать снег. Накладываю такой слой примерно сантиметра. Ну, 2-3 можно положить снега. И на него сверху сейчас покажу вам, как делать посев. Снежок разравниваю. Чуть-чуть прижимая, не сильно, а так слегка. Все, чтобы ровненько было. Руки для этого обязательно должны быть сухими, чтобы семена не прилипали. И сверху на снежок вот так просто присыпаю семена. Их на белом снегу хорошо видно. И можно увидеть, сколько я посеяла. Еще немножко. Так достаточно легко и более-менее равномерно можно посеять семена петунии. Вот так все это я сделала. Можно также поступать и с дрожжированными семенами петунии. А также можно сделать немножко по-другому. Сначала на увлажненный грунт посеять семена, а сверху положить слой снега. Но мне нравится больше вот так, поверх снега сеять. Теперь закрываю контейнер крышкой и ставлю его при комнатной температуре вот сюда, на своей полочке. Здесь у меня хорошее яркое освещение и температура плюс 23-25 градусов. Именно такая нужна для хорошей всхожести семян. Петуния всходит на свету, поэтому обязательно ставим на хорошо освещенное место. Когда появляются всходы, крышку я сразу не убираю. Еще некоторое время сеянцы у меня растут под крышкой. Ну, примерно недели-две, наверное. А потом уже крышку можно постепенно убирать. Сразу ни в коем случае убирать нельзя, потому что все-таки здесь была тепличка. Сеянцы привыкли к влажным условиям. Если крышку сразу же открыть, то они просто полягут и все, могут так погибнуть. Я обычно вот так делаю, немножко приоткрываю и что-нибудь подставляю, чтобы был такой, как бы, небольшой зазор, чтобы циркуляция воздуха была. И так держу 3 дня. За 3 дня сеянцы адаптируются к сухости воздуха. И потом уже крышку можно убирать. Вот посеянная таким же образом петуния у меня. Этой петунии 20 дней. Поливаем тоже очень осторожно. Все время следим за поливом, чтобы ни в коем случае не переувлажнять. Ну и не заливать. Я вот так потихонечку с опрыскивателя точечно поливаю. И это у меня ловко получается. Если у вас есть трудности с поливом, то поливайте медицинской грушей или даже шприцем. Первое время, конечно, очень медленно растет петуния. Но потом, где-то дней после 20, она уже крепнет и начинает довольно быстро уже, быстрее расти. Вот, например, у меня петуния вот этой 30 дней. Вот какая хорошенькая. Вот такую уже можно пикировать. У нее появились, вернее, настоящие уже листочки. Кое-где 2 и 3. В таком виде уже можно начинать рассаживать по разным стаканчикам. Потом она подрастает месяца через полтора. Вот такая уже хорошенькая. Довольно большая. А вот так потом я пикирую петунию. Такие 200-граммовые стаканчики. Пересаживаю ее по одной штучке. И вот она потом прекрасно растет. Так, еще. Сейчас вам для примера покажу. Потом вырастают вот такие хорошенькие кустики. Приблизительно за 2,5-3 месяца. Вот столько уходит на выращивание рассады петунии. Здесь уже практически почти взрослое растение. Уже скоро бутоны начнут появляться. И еще один интересный момент хочу вам сразу же показать, раз уж видео про петунию. Петуния отлично растет на фитильном поливе. Вот так все это у меня сделано. Вот она прекрасно растет. Никакая черная ножка, ни мошки, никакие гнили тут не заводятся. Отлично растет. Кроме того, фитильный полив увеличивает скорость и развитие растений. У всех растений по-разному. Разные я рассады пробовала. Каких на 50%, а каких и даже в 2 раза. Фитильный полив облегчает уход за петунией. Ну и вообще за всей рассадой. Не нужно заботиться о поливе. Тем более, если это такие мелкие сеянцы, как петуния. Фитиль берет влаги столько, сколько нужно. Никогда не перельешь и не пересушишь. Можно даже сразу сеять. Вот сюда прямо в бутылку петунию, да и вообще другие цветы. Все точно так же. И потом она растет. И такая рассадка получается. Потом ее пикирую. В такие вот бутылки сажаю. Дальше растет. Какую просто. Вот в такие стаканчики посадила. Пересадку с фитильного полива в обычные условия. И даже в грунт переносит отлично. Кому интересно видео про рассаду на фитильном поливе, ссылку я оставлю в описании. Посмотрите, как сделать его. Какую землю нужно брать. Какие рассады, какие растения, цветы, овощи на нем растут. В общем, все очень подробно я в том видео рассказала, объяснила и показала. И еще вот раз у меня тут как раз оказалось под руками. Таким же способом на снежок сеяла лобелию. Ну, вот только пучками. Тоже отлично, прекрасно. На шестой день взошла и все идет хорошо. Что дает нам такой способ посева семян? Во-первых, это получается как бы мини-стратификация семян. Это очень хорошо сказывается на них. Всходы появляются крепкими, дружными и быстрыми. Во-вторых, насыщение талой водой. Это природный биостимулятор. В талой воде, хоть и в небольшом количестве, но содержится перекись водорода. Что тоже благотворно действует на прорастание семян. А также талая вода является структурированной. И это тоже хорошо для прорастания семян. Сходы появляются примерно на четвертый, пятый день. Этот способ хорошо подходит и для посева других мелкопыльных семян, которые я уже перечислила в начале видео. Вот так, дорогие мои зрители, вот вам еще один приемчик, как обращаться со своими любимцами. Желаю вам красивых цветов и удачи во всем!